Здравствуйте! 1 октября исполняется 187 лет со дня взятия русскими войсками под командованием генерала Паскевича крепости Иеревани. Эта победа русских войск стала достаточно выдающимся событием. После этого под контроль России пошло все иереванское ханство, и русские утвердили за Кавказием и получили в свое распоряжение важнейший стратегический пункт. На картине, которая зафиксировала эти исторические события, картина Рубо, видно, что это типичный восточный город с мечетями, с куполами мечетей, с миноретами. К сожалению, в современном Иереване такого вы не найдете. Почему так произошло? Дело в том, что несмотря на то, что Российская империя была достаточно веротерпимым государством и доброжелательно относящейся ко всем национальностям, история территории, на которой было иереванское ханство, сложилась трагически. В первую очередь для коренного населения этой земли, азербайджанцев. Сейчас историки армянские сделали все для того, чтобы полностью стереть, стереть с памяти, с памяти поколений, станет и своего же народа, истинный образ Иеревани. Тут нет ни старого центра, ни дворца иереванских ханов, ни мечетей. Это все равно, что, допустим, лишить Тбилиси и его исторической центральной части. Получается, Иереван превратился в единственную столицу, может быть, в мире, в котором просто уничтожен исторический центр. Между тем, Иереван создавался и строился именно как выдающийся город, город азербайджанской культуры, город, который дорог памяти каждого азербайджанца. Его основал выдающийся шах из азербайджанской династии сепевидов Исмаил I, который вошел также в историю мировой литературы под псевдонимом Хаттаи. Его стихотворения вошли в сокровищницу мировой культуры. Строил город Ревангулу-хан, его ближайший сподвижник шаха Исмаила. И отсюда название Иереван, Ревангулу-Иереван. То, что от тех времен и от более поздних времен Иереванского ханства не осталось ничего, чтобы напоминало, что там жили азербайджанцы, тюрки, это очень больно для азербайджанского народа. Это исторически полностью переворачивает все представление об истории. Проведем аналогию. Что бы было, если, допустим, такие древние русские города, Ковсков и Новгород, пришли под власть какого-то соседнего государства, там бы снесли, стерли с лица земли все церкви русские, построили что-то новое в 20 веке и объявили, что русских там никогда не было, что там русские и не жили, что вообще русские это какие-то варвары, пришельцы, и что это было когда-то в Великая Финляндия, Великая Эстония или Великая Латвия, или что-то вроде этого. Понятно, что русскому народу было бы больно и обидно, ведь русские знают, что это их культура, что здесь их были храмы, здесь жили их князья, а азербайджанскому народу тоже больно. Он знает, что Ереване, это было Ереванское ханство, это такое же было азербайджанское государство, как Новгородское государство или Псковское государство, или Рязанское княжество было русским. Он знает, что там жили его предки Там были памятники Архитектуры азербайджанские Этого ничего нет И население, к сожалению Полностью азербайджанское население оттуда выдавлено Целый пласт памяти Исторической о целом народе О целой эпохе Которая была совершенно Очень недавно Не прошло 200 лет Оно все уничтожило Все уничтожено Ирванское ханство Последние десятилетия своего существования Было действительно независимым, суверенным Азербайджанским государством К нему, к ирванским ханам Как наравным, как владительным правителям Обращаясь российские императоры Это Память об этом государстве Очень дорога азербайджанскому народу Причем очень многие азербайджанцы Многие деятели азербайджанской культуры Они Они выходцы с этой территории В территории ирванского ханства Вот И То, что полностью уничтожено Стерто с лица земли Вырвано сердце Фактически ирваны По-моему, нужно Делать так, чтобы Поняли, так сказать Политики в Армении Те, кто хочет добра армянского народу Чтобы они не боролись с историей Чтобы они попытались восстановить Историческую правду И историческую справедливость Чтобы они позволили вернуться азербайджанским беженцам На территорию На территорию своего государства На территорию Еревани Территорию бывшего ирванского ханства Чтобы были восстановлены там Культурные ценности азербайджанского народа Сам азербайджан и азербайджанский народ Тоже Он Мог Предпринять шаги навстречу Для того, чтобы вернулись армяне в Баку Вернулись в другие азербайджанские города Ведь веками была дружба между нашими народами И так грубо перекраивать историю Это очень некрасиво Ведь на момент присоединения ирванского ханства К Российской империи Около 90% населения здесь составляли тюрки и азербайджанцы И так иначе не могло быть Потому что Ирван был стратегически важной Програничной крепостью В крепости жил военный гарнизон А воинами были в основном тюрки и азербайджанцы Там жили их семьи Армяне там тоже жили Они пользовались выгодным приграничным поражением Они занимались приграничной торговлей Были слободы ремесленников Азербайджанские правители ничем не ущемляли армянское население И когда присоединилось ирванское ханство И другие азербайджанские ханства к Российской империи Азербайджанцы надеялись, что Российская империя Как и обещали и российские императоры И российские командующие на Кавказе Учтет все права, все пожелания Мусульманского азербайджанского населения Что не даст их в обиду Не даст нарушать их права К сожалению, и позднее И особенно позднее было массовое заселение Земель ириванского ханства И других азербайджанских земель Переселенцами с Азербайджанской империей Армянами Которые потихонечку вытесняли азербайджанского населения И конечно, трагически сложилась Судьба азербайджанского населения в советские времена И последние годы Когда методично, шаг за шагом выдавливали коренное Тюркско-азербайджанское население Из Иривани и ее окрестностей Для жителей Грузии, для грузинского народа Очень важно, чтобы наши соседние, наши братские народы Азербайджанцы и армяне Нашли наконец-то взаимопомнимание И начали цивилизованный диалог А цивилизованный диалог начинается с того Чтобы признать историческое наследие Цивилизационное наследие соседнего народа Не уничтожать его, а всячески хранить, сберегать Дать ему развиваться Это пойдет на пользу и армянскому, и азербайджанскому И конечно же грузинскому народу Спасибо Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова